Детство моего сегодняшнего гостя пришлось на тяжелые военные годы. Голод, нищета, безотцовщина – все это не помешало ему окончить школу с серебряной медалью. Он мечтал стать режиссером или поэтом. Окончив Московский университет, пришел на радио, где читал свои собственные стихи. Переломным моментом в жизни стал репортаж о Дне мира, после которого он сразу же получил должность корреспондента Всесоюзного радио. С этих пор больше полувека его жизнь связана с главным рупором страны. За эти годы он прошел путь от рядового журналиста до заместителя председателя ГОСТЛИГРАДИО. Белый репортаж из горячих точек из Северного полю состоял у истоков многих больших событий. И сегодня он все так же в строю. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Евгений Широков у меня сегодня в гостях в прямом эфире. Евгений Петрович, здравствуйте. Рад пожать руку вот именно в этом интерьере, к вам сюда на конфетки-бараночки, вот так запросто. Я сейчас поподробнее вам сначала по Евгению Петровичу расскажу, а потом буду свой пиетет проявлять. Давайте визитную карточку послушаем. Евгений Широков родился 19 ноября 31-го года в селе Новое Московской области. Окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. На Всесоюзном радио за 10 лет прошел путь от корреспондента до главного редактора дирекции программ. В течение нескольких лет был главным редактором радиостанции «Юность». Затем возглавлял главную редакцию программ для молодежи Центрального телевидения. С 1984 по 1990 годы был заведующим корпунктом советского телевидения и радио в Венгрии. Побывал в качестве политического обозревателя во многих горячих точках. С 1991 года заместитель председателя ГТРК Останкина. Одновременно заместитель главного редактора программы «Время» и директор «Радио Маяк». Член Союза журналистов России. Лауреат Государственной премии СССР, премий «Лучшие перья России» и «Телегрант». Награжден орденом почеты и медалями. Член Евразийской академии телевидения и радио. В настоящее время редактор-консультант, советник генерального директора ВГТРК. Заслуженный работник культуры России. В общем-то, жизнь вот она такая бодрая, но усталости никакой нет. Жене Широкову, нынешнему директору радиостанции «Маяк», довелось водить дружбу с Каверзневым многие годы. Боже мой, он с Венгрией успел расстаться, он успел познать мир за это время. И мир собственный внутренний, и мир, ну просто физический. Он переходит к Венгрии каким-то процессом, который сегодня аукается, между прочим, нам оттуда. Теперь я уже как человек, побывавший в Венгрии, поработавший на месте, которое Саша когда-то открывал, это чувствую. Одним из проявлений гласности, открытости в Венгрии стало более полное и непосредственное ознакомление представителей прессы, телевидения, радио с делами, обсуждаемыми в правительстве. Вот и сейчас мы вместе с венгерскими коллегами, журналистами из других стран, войдем в здание парламента, чтобы получить информацию о том, какие вопросы рассматривались на только что закончившемся заседании Совета Министров. В преддверии вашего визита в нашу страну прошла 19-я всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. Теперь вы избраны генеральным секретарем ВСРП. С каким настроением, с какими мыслями и чувствами вы едете в Советский Союз? Венгрия давно связана тысячами нитей с советской экономикой. И сейчас нам надо приспосабливаться к происходящим у вас экономическим преобразованиям. Это было в разгар моей вот такой биографии. КОНЕЦ КОНЕЦ Здравствуйте! На ваших экранах программа «Постфактум». Говорим мы здесь, в нашей импровизированной студии, на самые разные темы. Но вот о музыке разговор заходит очень и очень редко. Я, Адика, сподвиг на День Победы. Почему? Потому что я пришел на радио, и мне Женя Широков говорит, «Слушай, есть потрясающая песня, но ее Худсовет не принял». Говорит, Женя Широков, бывший главный редактор молодежки ДТС. Совершенно верно. Женя Широков говорит, «Худсовет не принял». Я говорю, а что за песню? А он говорит, это песня «День Победы». Я говорю, а почему? Ну, ее поет Таня Сашко, жена Тухманова, которая написала слова «Этих глаза» напротив. И они смотрели в этом какую-то фокстротность, легковесность, да еще тут нечто такое, там-там-там, такое, да, из этого, из «Полет Валькирии». Вот, и ни в какую. Я говорю, а что делают? Я готов записать, я слушаю. Он говорит, если ты хочешь, запиши ее с оркестром Силанте. Я говорю, конечно, хочу. День Победы, как он был от нас далек, Как в костре под шахтаем уголек. Приверзли над горелые хпли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. День Победы, День Победы.